Приветствую! Вчера была большая пресс-конференция Зеленского, и вот сейчас я хочу поговорить о том, что же он там такого сказал, да, что я заметил для себя интересного, либо полезного. И сразу хочу сказать, что это видео будет не про закон, да, это скорее просто мое мнение о услышанном на пресс-конференции. Ну, во-первых, мне обидно стало. Обидно, что, как мне показалось, нас до сих пор держат за дураков. И в том плане, что снова была разыграна вот эта конструкция, старая схема, бояре плохие, царь у нас хороший. Ну, я имею в виду по поводу призыва женщин, да. Как раз перед конференцией нам нагнетали этим вопросом, да, безуглая Савсун, рассказывали о том, как это хорошо вообще, и что нужно мобилизовать женщин. И тут выходит царь и говорит, нет, мобилизации женщин не будет, я не подпишу такой закон. При этом, как мы с вами знаем, уже давно находится на подписи у президента Украины закон, которым снижается призывной возраст, да, снижается возраст, с которого человек становится военно обязанным. И, соответственно, с этого возраста человека можно призвать в связи с мобилизацией. Так вот, да, есть предложение снизить этот возраст с 27 до 25, и президент говорит, ну, пока, мол, аргументов нет. Ну, понятно, что это не только же военный вопрос, да, это еще и политический вопрос в плане того, как общество отреагирует на подписание такого закона. Далее, конечно, печально и грустно и предсказуемо вопрос НАТО. Вопрос НАТО, да, он нам сказал, что никто нас туда не зовет, никто нас там на сегодняшний день не ждет. И что самое ужасное, он говорит, что пока медленно идут переговоры по вопросам гарантии безопасности. Но мы же понимаем, что когда президент выступает, да, в его высказываниях должна быть вот та самая политкорректность. И вот та мягкость, о которой он говорит, позволяет сделать выводы, что там огромнейшие проблемы с этими переговорами. Что, видимо, все-таки наши западные партнеры не спешат обеспечить нам безопасность. И это очень печально для нас. Это показатель того, что мы, по сути, остаемся наедине с противником, который превосходит нас в военном плане, да, по количеству людей, которые он может мобилизовать, по тому, какое вооружение, да, в количественном измерении. И это плохо для нас. Это плохо. Это для нас не новость, да. Ну, давайте честно скажем, мы все прекрасно знали, и вы миллион раз писали в комментариях по этому поводу, что никто в НАТО не возьмет воюющую страну, и что, в принципе, поддержка Запада, она такая некардинальная, да. То есть это не та поддержка, при которой мы можем достичь победы военным путем. Об этом уже все сейчас говорят, и по сути об этом говорит президент. И это все плохо. Плохо в том плане, что на сегодняшний день мы не можем рассчитывать на скорое восстановление мира в Украине, да. Потому что единственный путь, которым это можно сделать, это с помощью наших западных партнеров, да, которые там окажут какое-то давление на РФ, и в итоге мы там придем к какому-то миру. Потому что, ну, сами мы принудить РФ к этому не можем, да, по военным причинам, по сути, да. И вот здесь, конечно, из этого всего и звучит, логично звучит вот тот тезис, о котором сказал Зеленский, что военные требуют, чтобы было призвано еще 500 тысяч человек. Огромнейшее количество человек. 500 тысяч – это невероятное количество человек. И, по сути, это единственная сила, да, которую мы сейчас можем противопоставить. Потому что, к сожалению, как мы понимаем, Запад не дает нам оружие в том количестве, которое могло бы изменить, да, чашу весов, принципиально изменить расклад сил на поле боя. И все, что остается делать, это призывать людей. Но вот вопрос у меня, я не военный эксперт, у меня, конечно, есть вопрос, насколько просто призыв большего количества людей может решить соответствующую проблему у нас на фронте. Не знаю, сложно мне сказать. И знаете, что я для себя увидел? Увидел, ну, зарождение чего-то хорошего, да. В каком смысле? Когда у президента спросили, а что такое победа, да, вот что будет победой, то мы увидели, что риторика принципиально изменилась. Если раньше мы четко говорили о том, что все, границы 91-го года, это наша цель, и это будет наша победа, и многие до сих пор так считают, что вот выйдя на границы 91-го года, война вдруг вот так моментально закончится, ракеты перестанут лететь, и все, воцарит мир. И вот, наконец-то, мне это понравилось, да, что президент сказал правду. Он очень уклончиво отвечал на этот вопрос, но он сказал правду. А правда, это заключается вот в чем. Даже если мы выходим на границы 91-го года, это не значит, что Россия перестанет на нас нападать дальше. То есть это не означает окончание войны, это еще не победа, это просто выход на границы 91-го года. И, соответственно, РФ может зайти снова, и даже если она останется на этих границах, ракеты-то будут лететь. И если кто-то скажет, что нет, вот граница, это принципиальный вопрос. Друзья, граница, это принципиальный вопрос с точки зрения сохранения государственности Украины, потому что у нас есть наша территория, территория есть неотъемлемая часть нашего государства. И, конечно, должно так быть. Но, вот обратите внимание, Харьковская область, часть границы в Харьковской области под контролем нашим. Вопрос. А это мешает из Белгорода прилетать С-300? Не мешает. И от того, что граница под нашим контролем, С-300 прилетает по Харькову с завидной регулярностью. То есть, сам выход на границы не решает проблему. Нужно, чтобы с той стороны перестало лететь. И вопрос, как этого добиться, на этот вопрос нет ответа и у президента. И он сказал, что, а какие будут гарантии безопасности, даже когда мы выйдем на эти границы. И мне это, знаете, импонирует. Мы вот привыкли критиковать Зеленского, а вот здесь, ну, скажем так, можно там условно поставить лайк за что? За то, что он сказал правду. Он очень там уклончиво, вот так витиевато и прочее, но он начал подводить к тому, к тяжелой правде, что выход на границы это еще не победа, это еще не окончание. И окончание войны он говорит о гарантиях безопасности и со стороны Запада, в первую очередь со стороны Запада. А это то, о чем я говорил уже давно. И вы мне за это там много раз в комментариях писали, что ты вообще предлагаешь, какой дипломатический путь и все такое. А вы посмотрите, что говорит теперь президент. И теперь не по интервью, а по другому вопросу. Вот по комментариям я иногда, знаете, делаю выводы, ну, либо предположения о том, какие мысли людям закидывают в голову. И когда ты видишь, что много одинаковых комментариев с одной и той же мыслью от разных людей, ты начинаешь понимать, что, скорее всего, это не их мысль. Это, скорее всего, мысль, которую через СМИ, через там телеграм-каналы людей пытаются в этом убедить. Что я имею в виду? Как только в любое видео, где бы я ни говорил, что я хочу мира, я хочу мира, я не хочу победы именно военным путем, для меня не это принципиально. Если эта победа будет дипломатическим путем, она меня устраивает. Я хочу, чтобы здесь мир воцарил, на всей территории Украины. Почему? Ну, я так воспитан, это мои ценности. Для меня принципиальным является не победить именно в войне, а для меня принципиальным является сохранение жизней, жизней наших граждан. Потому что, ну, я из семьи врачей, для которых, да, вы понимаете, ты рос всегда в окружении людей, для которых людская жизнь, человеческая жизнь, это ценность. И эти люди всегда делали все, чтобы сохранить эту жизнь. Ты был юристом, ты учился, и ты читал всегда, ты пропитывался вот этой философией права. И эта же философия отражена у нас в Конституции, что человеческая жизнь – это наивысшая ценность. И в этом случае для меня мир является, ну, самым главным. Почему? Потому что таким образом перестанут умирать наши граждане. И когда я это говорю, всегда, всегда прилетала масса людей, которые писали, а ты что, предлагаешь капитулировать? Ты что, предлагаешь сдать территории? Надо тобой, чтобы СБУ занялось. И я такой, я не понимаю, это вы пишете про то, что мир возможен только в условиях капитуляции, а не я. А я знаю историю, друзья. И вы эту историю знаете прекрасно. Надо просто ее вспомнить. Войны заканчиваются не только капитуляцией. Есть разные способы окончания войн. И если вы думаете, что Россия не может выйти из Украины, вы очень ошибаетесь. И история говорит, ближайшая история, Грузия, 2008 год. Вышла, РФ? Вышла. Почему? Вопрос. Да, это вопрос к политическим экспертам. А давайте посмотрим дальше. Афганистан. Афганистан, в который вошел Советский Союз. Куда более мощное государство, чем действующая РФ. И какова была история Советского Союза? Напомните, кто там капитулировал? Нет, никто не капитулировал. Война закончилась. Советский Союз зашел. Сколько там? Десять лет мы были, по-моему, 79-89, если память не изменяет. И с чем потом это закончилось? Выводом войск. Огромный гегемон империя СССР зашла в Афганистан и через 10 лет ушла. Капитуляция была чья-то? Нет. СССР не капитулировал и Афганистан не капитулировал. История нас учит тому, что войны могут заканчиваться по-разному. И вот здесь я понимаю, что вот этот тренд, мир, это значит, что отдать территории кто-то нам вкладывает в голову. И скорее всего этот тренд вкладывает тот, кто не хочет, чтобы боевые действия на территории Украины закончились. А таких людей, ну мы понимаем, их масса. Есть люди, которые зарабатывают на войне. Мы прекрасно это понимаем. И конечно для этих людей невыгодно, чтобы война закончилась. И они нас убеждают, в том числе, как мне думается, и вот в этой связке, что мир это капитуляция. Мир это сдача территорий. Нет, нет и еще раз нет. История много раз нам показывала, что мир это не капитуляция. Не обязательно капитуляция. И мир это не обязательно сдача территорий. И мне, да, если вы там по моей позиции, я очень хочу, мое желание, чтобы мир в Украине воцарил именно дипломатическим путем. И понятно, сам Зеленский этого не сделает. Это невозможно. Да, нужна поддержка Запада. И вот чтобы таким путем мы восстановили мир и Украина была в том составе, по территориальном составе, который предусмотрен нашей Конституцией. Ну и в принципе мне хотелось бы, знаете, чтобы мы не были политически зависимы от РФ. Чтобы мы не были политически зависимы от Запада. Мне хочется, чтобы Украина была тем государством, которое записано у нас в статье первой Конституции Украины, где сказано, что Украина является суверенным, независимым, правовым, социальным, демократическим государством. Вот этого мне хочется. И я верю в то, что при определенном стечении обстоятельств это возможно. При этом я понимаю, что это все тяжело и к этому прийти очень и очень сложно. Но это не значит, что мы не должны этого желать и это не значит, что мы не должны прикладывать к этому свои усилия по мере наших возможностей. Я могу повлиять на то, что там Запад поможет нам договориться с РФ. Не могу, к сожалению, не могу. Что я могу сделать? Я могу приложить, внести какую-то там маленькую-маленькую песчинку в построение правового государства в Украине. Я это делаю. И, наверное, каждый из нас должен вот что-то такое делать, что-то маленькое, то, что в силу наших возможностей. И хочется верить, что мы в итоге сможем построить такое государство и в тех границах, которые предусмотрены Конституцией. И чтобы Украина в полной мере была правовым, независимым социальным государством, в котором нам всем с удовольствием и комфортно жилось. Чего я вам всем и желаю. Все, друзья, наговорил уже очень долго, наверное, да? Ой, да, большое видео получилось. Ну, простите, в общем, заболтался я. Хорошего вам дня, удачи, благополучия и скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok